По-своему порадовать детей решил и укротитель хищников. Как правильно общаться с животными и что нужно делать, чтобы львы и тигры послушно выполняли команды. Известный дрессировщик Хамада Кута рассказал о базах своей профессии. В Курском цирке прошла открытая репетиция. Зрители понаблюдали за процессом воспитания животных и задали артисту свои вопросы. Здравствуйте! Здравствуйте! Три с половиной года назад Хамада Кута не знал ни слова по-русски. Сегодня с легкостью общается с детьми без переводчика. Акцент понимать друг друга не мешает, ведь дрессировщик старается донести до ребят простую, но очень важную мысль. Животных нельзя обижать. В ключках сердцу терпение, любовь и ласка. Всего ничего не получится. Никогда. С животными, с людьми даже. Потому что животные как люди одинаковые. Надо в соус любовь. Он любит это. Он понимает, что он будет потом выступать как артист. Потому что они уже понимают у меня, что они артисты. На арене три взрослых льва и молодой тигр Осус. Первоклашка, шутит Хамада. На их примере он шаг за шагом показывает, как животные учатся выполнять команды дрессировщика. С помощью лакомств и доброго слова. А самый зрелищный номер ребятам даже разрешили снять на камеры мобильных телефонов. Это столько усилий надо приложить, чтобы звери на тебя не накинулись. А когда репетируют со львами, это не вообразить. Кидает и швыряет, они крутятся. Это вообще круто. Такие открытые репетиции стали для Хамады традицией. Почти два года он приглашает в зал детей с ограниченными возможностями, ребят из многодетных и малообеспеченных семей. Я знаю, есть много детей, которые невозможно заходить в церковь, потому что билет примерно дорогая. А я думал, это ради волк, в первую очередь. Что просто, у меня очень приятно, я дети люблю. Мне очень приятно просто, что у них улыбка, что они будут счастливее и увидят, которые это бесплатно. Под занавес знакомство с домашним питомцем Хамады. Это крошка, бесстрашный Майла. Единственный пес в мире, работающий в контакте со львами. А вот и лучший друг, львенок Медхат. Ему всего два с половиной месяца, он не умеет выполнять команды, но уже учится выходить на арену. Привыкает к зрителям, свету и шуму. А через пару лет он, возможно, станет центральным персонажем какого-нибудь нового трюка, дрессировщика Хамады Кута. А программу национальной цирки Египта зрители Курска могут увидеть до 7 декабря. Перед вами Хамада Кута!